Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете мой канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня будет такая тема. Геофизическое оружие или природные катаклизмы. Ну, давайте я посмотрю. Первое. Это оружие действует? И второй вопрос. Землетрясение вызвано климатическими изменениями или запуском такого оружия? Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Первое. Это оружие действует? И второе. Землетрясение вызвано климатическими изменениями или это все-таки вмешательство? Землетрясение вызвано климатическими изменениями или институтами. Старший аркан – сила. И десятка мечей. Ну, во-первых, Королева Пентакли – сразу ресурсная карта. Это карта земли. Разрушение домов, страсть к власти, обман, дебаты, связанные с геополитикой, именно с землей, с урожаем, с дележкой земли. Вообще оказывается влияние, но также могу сказать, оказывается влияние не только на население, но также на правительство. Заинтересованность, я вижу здесь, также в обнищании людей. Много будет рассуждений по поводу нарушения климата, рассуждения о глобальном потеплении, изменении климата. Вообще создают экстремальные условия для проживания. Да, я вижу, что это однозначно геофизическое оружие, и это часть глобалистов и их политика. Давайте посмотрим, что будет дальше. Королева Жезлов, Девятка Кубков, Шестерка Пентакли, Король Мечей, Король Кубков, Пятерка Пентакли. Посмотрите, фигурные карты. Иерафант. Девятка Жезлов. Это стихия огня. Карта говорит о силе. Объединение огня и воды несет огромную силу. А вообще Королева Жезлов – это желание индивидуализма. А по Девятке Кубков могу сказать, что здесь такой сидит самодовольный, богатый человек, довольный собой. Богатство для него стало фундаментом внутреннего удовлетворения, материального достатка. Это авторитетность, это лидерская такая позиция. А по Шестерке Пентакли. Эзотерически эта карта показывает, что лишь уравновешивание отношения между двумя полюсами, гармония между брать и давать, могут вести к развитию. Расчет, правильное отношение к материи, поставить всех в зависимость. Как раз таки они определяют, кому что дать. Также идет распределение ролей. Хорошее планирование. По королю мечей. Цинизм. Насилие. Тирания. Спецслужбы. Смирение народа. Воплощение задуманного. Желание создать новую религию. Также новый мировой порядок. Люди как будто бредут в нищете. В поисках лучшей жизни, лучшей доли. И Паерафанту это создание новых традиций. Чтобы была одна религия, которая будет управлять всеми людьми, всеми народами. Чтобы у людей не было социального выбора. Вы знаете, в первую очередь нужно вот то, что я вижу. Уменьшить население земли. Эти люди будут только обогащаться. А народ, простой народ, им будет навязываться то, что глобалисты захотят. Это также связано и с питанием, и с социальной жизнью, со всем, со всем на свете. Вы знаете, у меня вот есть такая информация. То, что я... Вообще, есть такое оружие, на самом деле, оно изобретено давно. И владельцем такого оружия влияется британская корпорация АРСП. Тектоническое и климатическое оружие ХАРП. Это оружие применяется Соединенными Штатами и Агентством Национальной Безопасности США. А и они, кстати, не подчиняются президенту и государству. Откуда и кто их финансирует, тоже неизвестно. Ми-6 и Ми-5, британская спецслужба, также финансируется из частных фондов. И бюджет их неизвестен. Это тайное правительство. И все эти президенты, которые есть, это номинальные фигуры. Конечно, они опасны для всего мира. Вот это тайное правительство уже существует более 40 лет. И на самом деле руководит всем этим процессом американский республиканец Кассинджер. Еще я прочитала, как управляется механизм вот этого оружия, тектонического оружия. В азоносфере накапливается большая энергия за счет поглощения и излучения Солнца. Атмосфера становится активным элементом. В атмосфере будут распространяться акустические волны определенных частот. Они будут снимать накопленную энергию в атмосфере и преобразовывать эту энергию в акустические колебания. Акустические колебания будут усиливаться. И будут происходить землетрясения. Создатели этого оружия, что они хотят? Они хотят установить свой мировой, в первую очередь, порядок. И люди, которые имеют это мощное оружие, их не так много. Это тайное общество. У них есть своя армия, финансы. Уже говорил, они не подчиняются правительству США и Великобритании. Это правительство мировых банкиров. Они применяют тектоническое и геофизическое оружие, чтобы уничтожить все государства. И взять все под свой контроль. Как бы страшно это сейчас не звучало. И это опасно для всех жителей Земли. Для всех. И будут и в Америке происходить различные катаклизмы. И опять-таки какие-то будут катастрофы. Цунами, наводнения, смерчи и так далее и тому подобное. Вы знаете, весь вот этот расклад. Это все показывает то, что это однозначно мировой заговор. Вот он, народ. Он бредет в нищете. К покалеченной. Проходит через смерть. Много очень людей, много разрушений домов. Сила, насилие, власть. Геополитика. Амбиции. И старший Аркан Иерафант. Говорит о том, что все создается для того, чтобы подчинить всех людей единой религии, которую они создадут. Вот то, что они захотят, то они и будут создавать. Чтобы поклонялись, возможно, уже не Иисусу Христу, не Будде, а кому-то одному. Ну, понимаете, создать новую религию, новые традиции. Чтобы у людей вообще не было выбора. Вот то, что я вижу. Если в данном раскладе у вас есть какие-то свои комментарии, своя информация, может быть, свое мнение, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей. Берегите себя. Всего вам доброго. Берегите себя.